Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли А давай сегодня поговорим про равнодушие. Давай. Вот так, искренне и прямо, когда мы говорим о равнодушии, тут же, ой, равнодушие – это плохо. Но вы посмотрите на общество, у нас равнодушие везде. И белорусы – самая равнодушная нация. Вообще равнодушная. Каким словом заменено равнодушие? Толерантность. Толерантность. Мы толерантны. Мы принимаем границы и свободы каждого человека и не обращаем на них внимания. И принимаем его выбор. И принимаем его выбор. И казалось бы, да, это же так, это правильно. Это такое классное качество, тем более на национальном уровне, это вообще офигенное качество. А на самом деле закрываем глазки. И пусть, как это, хоть трава не расти. Как-то что-то есть такое, да? Да, да. Это равнодушие. То есть, ладно, толерантность в отношении гомосексуалистов. Мы уже это рассказывали, разбирали на подкасте. Давай перейдем к другим параметрам. Как эта толерантность сказывается в нашем обществе? Это ложь в чистейшем виде. Просто ложь в чистейшем виде. То есть, я закрываю глаза на все. И пусть оно... То есть, я не буду заменить. Это вот как ребенок, допустим, лезет в розетку, да, пальцами впервые. Ну, там, пальцами, чем угодно. А родители смотрят. Я толерантный. Я позвали. Это один в один. Так ты понимаешь, к чему это приводит? Вот вчерашнее вечером переписка, например, даже в чате нашего товарищества собственников здесь, да? Это вообще, кстати, товарищество собственников, это форма полностью неконтролируемым государством, абсолютно созданная для злоупотреблений. Я вообще поражаюсь вообще, как это вообще модель дачных этих товариществ, она приживается в обществе. Мне пишут, сиди в болоте и не квакай. Мы все решили, что у тебя интернета не будет. Я пишу, как? Я плачу за интернет. Белтелеком готов провести, а вы тут каким боком? А мы товарищество собственников, а ты не квакай. И ты смотришь, и вот это мы, и мы в болоте, а ты не должен высовываться. Почему? Потому что я не хочу платить. Да к тебе никто не просит платить. Ну тогда я не хочу, чтобы и ты. Чтобы у тебя было. Да, был интернет. Так смотри, что под равнодушием. Под равнодушием зависть, жадность и лень. Да? Я не буду двигаться, я не буду развиваться, но я и тебе не дам. Зависть. А зависть всегда двухсторонняя. Она бьет по здоровью убийственно. И вот получается, под равнодушием, когда ты вскрываешь этот слой зависти, жадности, ненависти к соседу, ты понимаешь, вот оно. Вот оно. Развивается. То есть раковая опухоль, болезнь развивается. Болезнь развивается. А я на нее не обращаю внимания. Смотри, а теперь на этом. Вот эта часть, она полностью неконтролируемая. Она не нужна. Ей дали типа, ты будешь там заниматься картошкой. А здесь растет реально раковая опухоль. Растут болезни. Конечно. Растет зараза. И эта зараза полностью неуправляемая. А мы толерантно на это будем смотреть. Это равнодушие. Это равнодушие. Под равнодушием, под ликом равнодушия, человек прячет озлобленность, зависть, жадность. И все то, что ему надо было осознать. Да. Что ему надо осознать. Он не хочет сам развиваться, и я другому не дам. Потому что вот я такой, из вредности. А эта вредность, она в нем развивается. А она в нем развивается болезнью. Так толерантность к чему приводит? К болезням. К болезням, которые вырастают сами по себе. Так понимаешь, если мы видим на гомосексуалистах, что толерантность приводит к развитию гомосексуализма, лезвиянства и так далее, это как бы да. А как же толерантность связана с инфарктом? Да напрямую. То же самое. А с инсультом, да напрямую? Вот ваша злость подавленная, ненависть, жадность, зависть, вина, обида, желание там выпендриться. Самоутвердиться, не выпендриться за счет другого. Я тебя задавлю, это вот мое эго. А эго всегда дует, 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 дует пустоту. А где оно выдует? Ударом. По сердцу, по легким, по почкам, по поджелудочной, по кишечнику. Вот ты получаешь свои заболевания и потом говоришь, ой, в старости Бог послал. Нет, в старости Бог ума не дал. Кто-то в старость приходит с мудростью, а кто-то один. А кто-то с альцгеймером. И это выбор человека, с кем ты придешь к старости. С мудростью, с альцгеймером или один. Один. Как ты первая сказала, в старости что говорят? Бог послал или что? Бог послал, болезнь ему, Бог послал. Да, ну так Бог послал, сам тянул. Сам себя и послал. Сам себя и послал. Просто человек не задумывается, что он прячет под личиной равнодушия. Когда мы говорим, человек равнодушно проходит, вот там свершается где-то насилие, или бьют ребенка, или бьют животного, и люди проходят равнодушно. Это нормально? Нет, смотри, в нашем обществе пошло движение. Уже когда бьют животного, мимо не проходит. А когда бьют ребенка, проходит. Вот интересно наблюдать за людьми. Так да, в том-то дело, что сейчас вообще очень много чего интересно наблюдать. Я немножечко все-таки опять вернусь к толерантности в плане гомосексуализма. Вот к чему приводит толерантность просто в чистом виде. Когда мы не будем, ну такие люди, ну такие. А эта болезнь, она прямо пухнет, пухнет. И она уже вошла в общество, и толерантность позволила этому быть. И все говорят, ну что ж, да оно такое может быть. Так блин, вы поймите, что у ваших детей это же проявится. То есть если не обращать внимания, да. И не говорить об этом слуха. И не говорить. Так вот, да, то же самое. То же самое, если как вот ты говоришь с дачей, с интернетом. Один в один. То есть если вы, люди, будете поджимать кого-то, себя поджимать, кстати. Не проявляться, а бояться. Ну как же, это же председатель сказал. Я не могу сказать против слова, да. И начинается лезть. Да, и начинается лезть. Так что вы детям тоже дадите? То же самое дадите. Вы впитываете. И ваши дети учатся лгать. Ваши дети. Ложь пропитывает все. А смотри, продолжение. Вот если сейчас перейти к детям, да. Как дальше подсознание будет выдавать. Вот этот человек, который жил вот в этом своем равнодушии, в этой своей толерантности, доходит до момента, когда ему 80-90. И у него случается, вот, кстати, инсульт в этом плане удивительное заболевание. Мы об этом будем говорить на стриме, вот на следующем, на открытом, кстати, на открытом, с нашего канала на Ютубе. Вот он, человек, доходит до инсульта. У него случается инсульт, и человек ложится, его парализует. Почему при инфарктах люди не ложатся, а при инсультах ложатся? Потому что это совсем разное заболевание, и задача у этих заболеваний совсем разная. Во время инсульта у человека подсознание понимает, что все, оно проиграло эту игру. Оно проиграло ее. Все, этот бой проигран. Этого человека уже нельзя изменить. Его нельзя вернуть к любви. В его сердце никогда не будет любви. И единственное, что осознает подсознание, что оно снова будет, перетечет в этом же роду, и оно будет у своих детей, внуками или правнуками. И тогда оно пытается любовь посеять в сердце своих детей. Ну да, конечно. И каким образом оно будет сеять? Оно ляжет и скажет, ухаживайте за мной, проявите любовь. Я выдерну из вас всю эту злость, ненависть, претензии и все. Я заставлю вас это проявить, чтобы вы это увидели наглядно, через себя и осознали. Даже жили в этом, прожили, чтобы уже наверняка могли это осознать. Осознать, чтобы когда я приду к вам, вы все-таки нашли любовь, и чтобы я смогла снова или смог снова прожить любовь. Чтобы я смог вернуться к любви. И оказывается, что дети, они же воспитаны тоже копированием своих родителей. И наверняка родители точно так же ухаживали за своими больными родителями. И получается, что дети уже скопировали равнодушие. И тогда они к лежачему человеку. Я такой заботливый, я, ой, как мне тяжело. Ушел на низы. И дальше только шик, поешь, попей, говно уберу и так далее. А любви нету. Нету любви. Есть злость подавленная. Есть обида подавленная. И еще психика подкачивает воспоминания. Там, где себя давил, где у вас были терки, которые неосознаны. Это все пытается вылезти, как нарыв. То есть это, по сути дела, родители пытаются вскрыть гнойный нарыв у своих детей, для того, чтобы он вытек, для того, чтобы у них появился шанс на любовь в следующей жизни. Вычистился, да, стал здоровым. Ну, то есть здорово вернулся в состояние. Да, вот оно, последствия равнодушия. Вот они, последствия. И это страшные последствия в психике. Мы пришли в любовь играть. И если мы потеряли любовь, то вот через качели, а мы пытаемся к ней вернуться, но если мы полностью убираем качели и останавливаемся, зависаем, вот мы в равнодушии зависли, то систему будет трясти. Она не знает, как сдвинуть с места, иначе это заклинивание ходилки-стрелялки, это зависание. И она будет делать все, чтобы сдвинуть ее с места. И она будет, она вынуждена причинять боль. И подсознание будет причинять боль. И тогда надо одного положить, а другого заставить ухаживать. Но это как один из вариантов. Либо просто перекинуть следующий день, следующую жизнь. Тоже как вариант выхода из равнодушия. Вот, кстати, из гомосексуализма и лесбиянства это единственный выход, чтобы сбросить эту болезнь вообще. То есть перезагрузка. Иначе ты уже этот вирус не уберешь из психики. Поэтому подсознание этот вариант принимает очень даже нормально. Для него это не проблема. Вот они последствия равнодушия. И эти последствия равнодушия, они идут на разных уровнях общества. Вообще на разных. То есть они касаются всех слоев. И они касаются всех размеров. Человек может быть равнодушен к животному миру, к природе. Он может гадить, кидать пустые бутылки. Ему все равно. После него трава не расти. Он побыл возле костра, бутылки оставил свои эти и мусор, и уехал. Да. И тогда борьба с толерантностью, борьба с равнодушием. Это государство. Это очень хороший механизм, который выписывает штрафы, который проводит разъяснительную работу. И тогда благодарность возникает этому уровню, который... Это тот механизм, который больно бьет для того, чтобы систему качнуть, чтобы включить просто мозг. Ну да. Только смотри, вот еще возьмем Европу. Это сейчас просто буквально вылетело у меня. Когда ты сказала, что государство наказывает. А теперь тогда другой вариант. В Европе сосед на соседа кляузничает. Собака залаяла там у соседа. Они тут же там или вызывают, или пишут что-то. Вот тоже казалось бы, смотри, какое искажение. Казалось бы, борьба... Борьба за то, чтобы было все правильно, чтобы не мусорили, не нарушали покоя, да. Но при этом смотри, с какой позиции. Вот опять-таки точно так же, как на дачном товариществе. С позиции не любви, а с позиции гадости. Вот этой гадости, которая... Эго. Эго, да. Это нереализованное эго. Да. Пустое эго. Когда никого нет дома. Да. Раздуть. Я важный. Я тебе покажу. Но даже не думает, что это твой сосед. И это тот мир, по сути, вот твой мир, где ты ходишь, где ты встречаешься с людьми. И у вас злость, у вас агрессия, у вас ненависть. И смотри, и уровень жизни не имеет значения, что в даче, на дачах, да, где-то там пенсионеры, где-то там они могут рассказывать вообще про то, что они там нищие. Хотя здесь нету, поверь мне, здесь нету совсем нищих. Да, вообще. Это просто... Это человек нищий. Это человек духовно нищий. Да, да. Он внутри себя нищий, он пустой. И уровень жизни, даже возьми Европу, когда они духовные, наполненные и так далее. А проявление одно и то же, потому что нет любви, потому что суть не в материальном достатке, суть не в том, что есть у тебя там интернет или нету, суть не в том, на каком автомобиле ты приедешь или в каком доме живешь. Не факт, что здесь люди не живут лучше, чем в той же самой Европе для сравнения, да. Не факт. Но это пустота духовная, душевная, когда человек потерял любовь. Когда человек потерял любовь, и его... Любовь заменена на зависть. Любовь заменена на ненависть, что очень часто. Поэтому в Европе, кстати, растет рост, идет заболеваемости Альцгеймеров, Паркинсонов и так далее. И сейчас прививки Пфайзером вообще очень хорошо помогут в этом деле. Они просто добавят вот этого, когда человека вообще не остается. Вот оно, вот оно. Зачем это приходит в жизнь? Для этого оно и приходит, чтобы человек вспомнил любовь, а любовь он будет вспоминать как последнюю надежду, ложась и причиняя боль своим близким. И тогда Европа будет вынуждена узаконить эвтаназию, потому что близким они же не будут включать мозг, они же не будут заботиться из любви. Они будут делать так, чтобы избавиться быстрее. И вот она, любовь. И потом, смотри, идет, просыпается он у этого человека, который от него избавился, там, внуком. И как подсознание будет реагировать? Страхом. Страхом, потому что он тебя уже убрал из этой жизни. И тогда у ребенка с детства панические атаки, расстройство поведения, психические проблемы и так далее. И тогда уже следующее поколение будет гнилое изначально, только уже с поврежденной психикой. Если здесь поврежденное тело, то там поврежденная психика. Вот оно, это последствия. И ты никуда не денешься. И эта волна, она катит на берег, и уже очевидно, что она прикатит. Поэтому я все время говорю, пока в Беларуси есть разум, это все надо включать, доносить и людей разворачивать к себе, чтобы они думали, что они делают. Потому что мы потом будем приходить к своим детям. И если мы не научили детей любви, то общество не научит. Потому что любви в обществе нет. Потому что здесь изначально любого психолога возьми, я вчера ролик записывала на эту тему, у каждого свои границы. Там, где заканчивается свобода одного, она упирается в свободу другого. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вот они границы. Граница человека, если человек говорит о своих собственных границах, все, он не умеет любить, он не знает, что такое любовь. Все, ставь крест на этом человеке. Его надо учить любви. Ему надо причинить боль, чтобы он учился любить. Все, других вариантов у подсознания нет. Как только подсознание слышит о границах, нет любви. Этот человек не умеет любить. Как только женщина-мужчине говорит о том, что ты нарушаешь мои границы, беги от нее, беги. Беги, просто сломя голову. Она ограниченная. Ограниченная яйцеклетка, ограниченная самка выдаст ограниченное потомство, а ограниченное потомство будет болеть. Все, другого нету. Нету вообще и не придумает никто. И никто мне не докажет, что это не так. Потому что, когда мы заходим с позиции подсознания и смотрим на это, а еще если зайти дальше, и посмотреть с позиции любви, с позиции антипсихики, то ты вообще видишь эту картинку. И так, люди, как вы живете? Вы завязли в болоте. У вас нигде нет любви. У вас нигде нет света. У вас свет внутри потерян. Вы его вытолкнули наружу. И вот снаружи, в этой игре, вы считаете, вытолкнули вместе с ответственностью. Кстати, религия помогла. И белорусы самые толерантные по отношению к религиям. Вот оно. Это, знаешь, это обратная сторона медали. Вытолкнул человека из себя и нагадил. Наплевал свой собственный колодец. Вот с религиями то же самое. Вот оно. Религия вообще этому сопутствовала. Она полностью это как вписала, укрепила, узаконила. Да, 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 да. И вот она, толерантность, принятие всех религий, и всех течений. Мы согласны выносить из себя и Бога, и Аллаха, и Кришну, и всех, и Буду. Вот всех, кого вспомним, всех из себя вынесем. А внутри что осталось? Это все не я, а я где? А в ответ тишина. Бом-бом-бом. Пустой звон. Ты знаешь, что я вот пока даже зависла немного. Мы коснулись и Белоруссии, и Европы, да. И ты знаешь, прям прочувствовала Европа. Ты знаешь, вот сейчас скажу такую штуку, да, мы толерантны. Но у нас, именно у нас есть еще, вот есть это тепло. Тепло у нас есть. Ты знаешь, сейчас поясню, попытаюсь пояснить. Вот тепло любви, оно как будто нами не замечается, но оно живет. Есть, то есть оно живет у нас. Смотри, какая Европа. Она там, ну, красива, да. Вроде люди такие все приветливые. Стараются там, ну, там действительно уровень жизни по-другому, да. Он другой совершенно. Но при этом, ты знаешь, сейчас я настроившись на нее, она как за ширмой скрыта. Вот эта вот красота, она сухая. Как, знаешь, как сухоцвет. Скрыта за ширмой обмана, сказать. Ну, это, вот именно ширма, как туман наведенный. Вот ты знаешь, и я, если брать тепло жизни, то там совсем оно спрятано. Как же это правильно объяснить? Тепло жизни выведено на уровень музейного какого-то ценности, экспозиции какой-то. А здесь тепло жизни все-таки как течет, как, ну, как течет. То есть чувствуется, ну, образно скажу, мы по ней ходим. А там это как бы уже выделено вот в отдельно, как нечто, как статуэтка какая-нибудь. Не знаю, понятно или нет, но вот именно прочувствовала вот это. У Европы очень болезненное прошлое. Европа уничтожила всех женщин, у кого был интеллект, у кого было психическое здоровье, у кого были знания какие-то, у кого была здоровая генетика. Их просто сожгли на кострах инквизиции. Когда сожгли здоровых самок, от кого иметь здоровое потомство? Не от кого. и вот этот момент, он для Европы фатальный. Более того, все эти риски нации и варианты, когда мы женимся между собой и никого к своей нации не допускаем, плюс перед этим убрали всех красивых самок, всех здоровых самок. Красивых в смысле здоровья. Да, природных красивых. И вот посмотри даже на внешность европейцев. Оно все за себя говорит. Оно все говорит за себя. Я понимаю, что мы сейчас огулом говорим, что есть разные люди. Конечно, есть даже вот когда в Европу потекло очень много арабов, это для Европы это такая душина, чтобы вообще спасти вот эту цивилизацию на европейской части. Если мы возьмем эксперимент с мышами, который был повторен 25 раз, то даже подселение новой крови на уже зараженной территории не дает развития цивилизации, но продлевает ее существование. То есть самое страшное это когда приходит зараза, при которой самки не хотят размножаться, они становятся озлобленными и самцы спариваются с самцами. Вот это уже последняя фаза деградации мышиного сообщества была, красивые самки и голубые самцы. И после этого шло просто плавное вымирание, уничтожение. Так вот, то, что туда пришли арабы, сейчас туда пришли украинцы, это попытка все-таки удержать Европу на плаву в плане генетики. Иначе там ничего толкового не остается. Это вымирающее общество. Пока они забыли, что такой любовь, любви в сердцах нет вообще. То есть она мало того, что заменена на материю, на деньги, на правила, очень жесткие ограничения. Посмотри на немцев. Они классные люди, с ними очень приятно общаться, они очень воспитаны, они 100% правильные. И ты можешь полностью выстроить их, все, что он сделает, вот просчитать до минуты, что он будет делать. И потом просто, если правильно задать программу, ты четко знаешь, когда он ее выполнит. Это робот совершенно верно. Так вот, в том-то и дело, что разум проснуться может только здесь, на наших землях. Для этого Беларусь белая. Да. Каждый раз об этом говорю. Я хочу, чтобы белорусы, россияне, украинцы услышали. Свет здесь. Свет здесь. Отсюда он должен пойти. Другого нет. И это не прописано больше нигде. Хотите, верьте. Хотите, проверьте. Как угодно. Просто сядьте и посмотрите целостно, наблюдение на весь мир. Целостно. И вы увидите, что точка разума в Беларуси. Посмотрите, какие события здесь происходили, как они происходили. Посмотрите, как решаются здесь вопросы. Посмотрите, со стороны, как живут белорусы. Посмотрите, как здесь относятся к своим родителям. Посмотрите, как здесь относятся к своим детям. Посмотрите, как здесь относятся к мусору. Опять-таки, просто к мусору. Здесь чисто. Здесь люди привыкли убирать за собой, не гадить. Да? Это во внешнем мире. Это значит, уже научить их не гадить в психике уже намного легче, чем взять ту же самую бабу-самовара на Занзибаре, которая сидит вокруг на пластике и кидает туда же пластиковую бутылку. Ты ее не научишь. Ты ее никогда не научишь. Это априори невозможно. А здесь научишь. Пока человека не научишь убирать за собой в физическом мире, ты не можешь научить его убирать в психическом. А когда человек уже это умеет, тогда можно научить убирать и в психическом. Вот, кстати, толерантность, она как только коснется в Беларуси, я просто надеюсь, пусть скажу так, надеюсь, что здесь этого не будет узаконено в плане гомосексуальности. Потому что если здесь толерантность выйдет на уровень узаканивания вот этой заразы, на самом деле это вирус и болезнь, конкретная болезнь психики, вот тогда это эксперимент с мышами. Тогда уже все, эта территория будет заражена. Все. Но кроме этого, видишь, для того, чтобы вообще начать выходить из этого равнодушия, надо честно посмотреть на религию и сделать из нее бизнес. Религия должна стать юрлицом и платить налоги. То, что делать, это чистой воды бизнес. Это чистой воды бизнес. И она и поддержит финансово государство, и она поддержит финансово порядок. И она будет выполнять свою роль. Да. Пользу. Будет приносить пользу. Пока нет. Пока плавающие церкви забирают бассейнов детей. Пока это ложь. На самом деле ложь, да. Захват. Да, ложь. Да, это захват. Захват сознания людей через ложь. И это путь слива в никуда. В никуда. В пустое. Не надо столько этих церквей. Отдай эти деньги государству, действительно детям на бассейны отдай. Не надо так пудрить мозги. Просто не надо. Хватит тебе того, что ты уже напудрил. Напудрила религия. Уже в сознание заходишь, и практически у всех аутистов, ну вот 90% аутизма, это травмы, связанные с религией. С религией. Религиозная подоснова аутизма. Так точно так же, на самом деле, в любое тяжелое заболевание заходишь, и это все с религией идет. Ограничения. Полный вынос. Вынос, вынос, вынос. Вынос ответственности. А это значит, к чему идет? Что я ни за что не отвечаю. Вот эта болезнь не распространяется. Я ни за что не отвечаю. Вот, болезнь безответственности в обществе. Понимаешь? А смотри, вот опять-таки по товариществу возьми. Безответственность. Но при этом здесь же крутятся деньги, здесь же живут люди. И если под предлогом безответственности будет развиваться что? Вот оно и развивается. Что хочу, то и делаю. Я царь в этом огороде, и вы меня вообще ничего не сделаете со мной. То есть это государство в государстве полностью неконтролируемое. Полностью. И 20-й год показал, что таких государств быть не должно. Вот я просто прямо об этом говорю. Таких государств быть не должно. Есть сельсоветы. Прекрасная структура. На сегодняшний день есть районные исполнительные комитеты. И это все их прямые обязанности. И не надо держать вот этих царей государства в государстве. Конечно. Это глупо. Это просто пустая возможность раздувания пустого эго. Вот просто так. Да ладно, мы про эго говорим. И просиживание. Возьми материальный фактор, там же тоже раздувается. Так естественно. И просиживание. И человек даже и говорит на своем рабочем месте, а мне это неинтересно этим заниматься. Это ваш интерес. Вот вы, я вам буду ставить препятствия, а вы это... А вы боритесь. Я буду смотреть, как вы со мной сражаетесь. Да, да, да. Про разум, между прочим. Да какой разум-то что? Тут вообще... Вот оно, равнодушие. Равнодушие приводит к чему? Вот к этому и приводит. К возникновению. Кстати, помнишь, мы когда-то работали с онкологией? У меня, кстати, подарок этого мужика еще есть. Вот он как раз у него на столе стоит, Костя. Да, классный мужик. Так вот, помнишь, когда метастазы в мозге мы смотрели, и там они были пустыми ячейками? Пустота. То есть есть метастаза, а информации нет. Да, да. И она еще не... Нельзя ей сказать, что онкологическая, да? Потому что там еще онкологии нет, информации по онкологии нет. Там есть такие пустые ячейки. Пустые ячейки для развития... Заготовки. Для развития игры. И что туда поместишь, что и будет. Если ты через страх туда помещаешь информацию, что у меня онкология, да, там пойдет развиваться онкология. Если ты туда через страх помещаешь информацию, я здоров, и это служит восстановлению организма, это будет служить восстановлению организма. Но второе, поместить на порядок сложнее. Сам факт, что есть вот эти пустоты, заготовочки. Вот если посмотреть на уровень в Беларуси, то вот такие товарищества, это есть. Вот такие пустоты, заготовочки. Ты можешь из нее вырастить рак, а ты можешь ее направить на то, чтобы она работала на плюс. Так вот, в том-то и дело, что у меня, я же тебе говорила, что есть пример, ну, товарищество или как, ну, там тоже, тоже по примеру, да, но там люди все делают из любви. Ну, там председатель в любви, да? Там председатель, она вообще, она, она молодец настолько, она действительно хочет, у нее желание, чтобы вот это место, где у нее дома, где живут они все, чтобы оно было, вот знаете, как Дубай. Ну, это образно, это, ну, это вот такой, вот человек такого уровня. Все с любовью, с красотой и любовью к детям, самое главное. И с благодарностью. Там все люди всегда, представь, дети гуляют на площадке детской, площадка детская офигенно красивая. Представь, родители могут прийти на эту площадку, вот все, какие-то, да, принести там блинчики детям, всем, кто есть на площадке, покушают. Представляешь, даже дети бегают, бегают, прибегают, допустим, к кому-то там с детьми, их тоже покормят дома. Представляешь, насколько дружные люди. Это так красиво там. Наташа, ты не представляешь, насколько там красиво. Ну, вот видишь, такое начало появляться только в Беларуси. Там люди сами по себе, они красивые. Там маленьких детей 3-4 года спокойно, абсолютно отпускают. Представляешь, спокойно отпускают. Его приведут домой, если что-то надо. Представляешь, вот настолько, так само, еще интереснее, дети сами по себе, дети на площадке, они этому ребенку и помогут, и где-то подсадят, где-то покатают. Это просто вообще чудо на самом деле. А это нормально, это нормальное воспитание детей в нормальных условиях. Это правильное воспитание детей в любви. Это правильное воспитание, нет у чужих детей. Все дети свои. Там очень, да. И вот сравни с другим. Вот тебе, пожалуйста. Да. И смотри, то и другое под Минском. И то и другое примерно на одинаковом расстоянии. Вот здесь и вот там. Вот сравни. Просто разные люди живут и разные отношения. Направления, видишь, разные отношения. Там бы было точно так же, если бы этого председателя туда. То есть, что голова думает... Сто процентов. Думает... Как это? Рыба гниет с головы. Рыба гниет с головы, да. Что голова думает, то и происходит. Да, да. Если голова пуста, то пустота развивается. Если голова заполнена любовью, и она создает действительно для всех искренне... Это нравится, да. Это же председатель, она сама какая. Да. Вот и все. Это ее создание, это ее творение, это ее деревня. Это ее результат труда, да. То есть, она от своего детища никогда не откажется. Она как наш пойдет с автоматом защищать это, понимаешь? Потому что это детище ее, потому что туда вложена ее любовь. Вот когда человек вот так вкладывает свою любовь, он и будет защищать свою. Он и будет стараться, он будет развивать, он будет вкладывать силы, энергию и так далее. А не наплевать. И вот эта искренность ее, да, ведь это ее искренность подхвачена людьми. То есть, это так же, как в семье. Если мать и отец искренне, то и дети такие же. То и дети такие же. Это вот один в один. И ее искренность просто, она настолько открыта и действительно искренняя, что люди ей всегда помогают. Я вот говорю, у меня мурашки. Там нету равнодушия, там нету толерантности, понимаешь? Да, там любовь и благодарность. В границах одного сообщества нету толерантности. Поищи там голубых потом. Их там не будет вообще. Там красивые семьи, там здоровые семьи. И там здоровые дети растут. Да, дети, психика у детей какая. Ты что, то, что я там видела, это очень красивое место. Именно красивое и в плане природы, и в плане людей. Да, да. Меня очень сильно там дети поражали вообще. Они разных возрастов. Разных возрастов дети. Какие они, боже, они помогут, они все сделают. Это невероятно. Моя Лерка просто обожала туда приезжать, когда поменьше. Сейчас она тоже хочет очень. Там дети гуляют, прикинь, до 12 ночи летом, да, темно. Никто не боится. Вообще никто из родителей не волнуется. Все, абсолютно все придут домой. А кому, кто помладше, их приведут. Представляешь? Ну и все так красиво. А между прочим, в нашем детстве так и было. Да, да. Мы же выросли в таких условиях, только в Советском Союзе. У нас так и было. И гуляли, вот стояли эти пятиэтажки. Внутри этот круг, не было автомобилей, там две машины на весь двор. И детская площадка была оборудованная. И все, и все дети там торчали. И только из окна ау, мультики, и так все разлетелись. И через 15 минут выбежали опять играть. Кстати, ты сейчас четко сказала, еще я что не сказала. Наташа, там нет детей в интернете. Прикинь, там их нет. Они живой жизнью живут. Вот что это самое главное. Уже там домой где-то придут, посидят. Но они даже дома усидеть не могут. Они посидят, им надо быстрее на эту площадку, там где много детей. Представляешь, вот как? Вот. Там на этой площадке есть все. Там жизнь. И смотри, на площадке есть и взрослые им есть место. Да. И всем есть место. Это место сбора людей, которые тащатся и живут полноценной жизнью. Полноценной в кайфе. Красивой жизни, любви. Да. Ну, слава богу, что в Беларуси уже есть такие места. Кстати, я недавно еще одно место увидела в Инстаграме. Тоже смотрю, там ребята вложились. Очень круто. Вообще молодцы сделали. Я думаю, будет аналог. Мы потом съездим туда. Я покажу. Есть. Вот молодцы. Зажигаются точки, и ты понимаешь, что ты кайфуешь от того, что появился человек, которому это интересно. Искреннего интереса видишь. Из интереса человек валит, и он не кричит. Это мое. Это я все делаю для себя. А вы мне там должны. А я вам там палки в колеса вставлю. Нет. Он все делает в кайфе. И к нему вот просто. Я увидела в Инстаграме и думаю, мы туда съездим. Мы туда съездим и познакомимся с этими ребятами. Там охрененно. Потому что там ребята живут вот таким интересом. И знаешь еще какой плюс вот этой деревни, которой моя знакомая там, председатель? Больших вложений денег там не было. Там было именно, она умеет, даже придя на, вот допустим, там надо были эти столбы металлические, подкачали что-то. Она придя на завод, она на завод, да, она договаривается, и ей все делали по, во-первых, государственным ценам. Во-вторых, полностью все прописывалось как, знаешь, не коммерческие, а вот именно государственные. И качественно. Все было. Все люди отзывались, отзывались искренне. И делалось качественно. Потому что она искренне. Как в советское время, да. Да. Потому что мы каждый отражаемся в другом человеке в зеркале. Восхищаюсь. Угу. Да? Ну. И ты знаешь, на самом деле, вот этот момент, он всегда с чего-то начинается. Вот есть болото. Но уже есть болото, да. Вот досталось оно наследиентам Советского Союза. Потому что в этом болоте, например, квакают очень высокопоставленные лягушки, которые стали пенсионерами в 90-е годы еще со времен Советского Союза. И все. И вот это все отражается на вот этом отношении, что мне все должны. И потом это превращается в болезни, тяжелые болезни. Вот. И когда-то в это болото надо, чтобы втек родник. Из чего-то надо начинать. И надо подумать, с чего начинать. Но родник, чтобы здесь тоже забил ключом. Потому что здесь тоже растут дети. Здесь тоже молодые семьи появились. Здесь очень много домов продается. И... Да, здесь место какое красивое. Здесь меняются люди. Место невероятное место. Люди меняются здесь. То есть старые ходят, новые приходят. На самом деле это председатель. Ее... Ну вот председатель... Председатель это тот человек, который... Это равнодушие. Да, равнодушие. Да. Человек, у которого должен быть искренний интерес. А здесь полное равнодушие и эго. Пустое, раздутое эго. Равнодушие. Ненавидение своей работы в плане работы. А в плане должности это вот такая любовь. Равнодушие. Равнодушие должно уходить. Оно должно уходить из нашей жизни вообще. То есть видишь, что не то. Видишь, что ерунда. Запусти сюда родниковую воду. И смотри, из-за чего случилось болото. Причину болота надо убрать. Да. Вот здесь причина болота на самом деле глубже. Она в государственном уровне. Она законодательного уровня. Я это вижу. Причина болота, это вообще сама вот эта структура товарищеская. Она изначально провоцирует создание болота. Провоцирует. Она просто провоцирует. И она же потом становится раковой опухолью для государства. И это факт, который есть сегодня. И я думаю, что не одна я это вижу. То есть на самом деле просто, видишь, толерантные белорусы говорят, ай. Они сами увидят, они сами сделают. И всем наплевать на это. А на самом деле это косяк. Видишь, какое двоякое. Оказалось бы, ай, ну, сами сделают. Но когда это равнодушие, которое вот это вот ай, да. И при этом ты сам не видишь, как ты начинаешь жить в этом. Ты же вязнешь в этом ай. Вязнешь в этом. Да. Ай. Вязнешь, и потом болеешь. И потом государство тебе должно строить поликлиники. Вот оно ай. Вот оно нет. Вот оно равнодушие. И назови ты его красивым словом толерантность. Или еще как-нибудь. Эта толерантность войдет в твое тело болезнью. Равнодушие – это болезнь. Это начало болезни. Это точка старта. Подсознанию требуется развитие. Равнодушие – это зависание. Тут отсутствует развитие. Ты проваливаешься в пустоту. Ты проваливаешься в зависание. И подсознание будет вынуждено тебе причинить боль для того, чтобы вернуть тебя к любви. Для того, чтобы вернуть тебя к жизни. Потому что жизнь должна продолжаться. И поэтому будут толчки возврата. Да. Однозначно. Интересная тема, да? Зависаешь прямо вот. Зависаешь. Тема равнодушия, она настолько глубокая. Видишь, мы сейчас рассмотрели два корня. На самом деле можно еще рассмотреть энное количество корней по этой теме. И везде мы будем упираться в равнодушие. Потому что только в равнодушии, смотри, в равнодушии человек может нажать на компьютере кнопку, заведомая, выпуская ракеты по другим людям. И знаешь, там в том танке или автомобиле, куда выпущена ракета, сейчас разлетелись. И это живые люди разлетелись. Разлетелись ошметки трупов. И только в равнодушии это можно сделать. Иначе ты этого не сделаешь. А смотри, разве психика тебе простит это равнодушие? Нет. За это ты ровненько будешь потом ехать в этом автомобиле, и с тобой поступят точно так же. Либо еще хуже. Психика это все пишет на пленку, все это равнодушие. И тебе выдает в проживание эту боль. Видишь, человек, да, человек не видит вот эту связь. А человек не замечает. По образу и подобию не замечает. Все, что все абсолютно по образу и подобию. И можно все, абсолютно любой поступок увидеть по образу и подобию в чем-то другом совершенно. Вот так же, как с автомобилем. Да. Меня радует, что уже ушло равнодушие, когда, например, убивали животных, либо били животных. Уже на улице, если кто-то жестоко поступает с животными, однозначно, 100% будет возбуждено административное дело, и человека привлекут к ответственности. В Беларуси это уже пошло. И меня радует, что хотя бы в отношении животных равнодушие убирается. Вот теперь надо убрать равнодушие в отношении детей, как ни парадоксально, да? Да. И в отношении других людей. А вот как это сделать? Это все процесс развития сознания человека. А по-другому никак. Человек развивается. Все, знаешь, любой поступок или любое действие, оно должно быть из разума. А не из автомата или из каких-то эмоциональных, то есть автомат из каких-то программ. Оно должно быть в разуме. Когда человек разумно, то тогда где-то и ребенка можно наказать где-то. Где-то и животное тоже можно. Его же надо научить. То есть где-то ты же не можешь тоже разговаривать просто с животным. Просто так. Животное не поймет. Где-то. То есть все в разуме. Все в разуме и из любви, и благодарности. Но неразумно. Вот точно так же я тебе хочу сказать. Точно так же можно рассмотреть две стороны медали. Стороны медали. Ребенок сидит в интернете, играет в игрушки интернетные. И он сидит, и сидит, и сидит там. И казалось бы, ой, это ж можно. Ну, как бы ребенок там, мать будет либо выдергивать его оттуда, да. И биться прямо за эту тему, чтобы выдернуть. Либо, ну, пусть сидит. Ну, будет, да. Будет там айтишником или что. И просто вот равнодушно на это. А на самом деле золотой середины-то нету здесь. И здесь крайности в любом случае. То есть точно так же. Ребенок сидит в интернете бездумно, и родитель не обращает внимания. Как выстрелит, неизвестно. Хорошо, если выстрелит, да. То есть если где-то, если в семье есть разум, то ребенок выйдет в разум. Но это как Маули. Или же, выдергивая его оттуда, наносишь тоже травму. Во-первых, психоз себе и ребенку тоже. Везде должно быть разум. У ребенка должен быть интерес. Вот, ключевой интерес. Да, а интерес развивается тогда, когда в семье есть интерес. Вот смотри, когда ребенок сидит в компьютере, и родитель не знает, как себя вести. Если родитель включает разум, а это он включает чувства. И чувствуя ребенка, он увлекает его через интерес и говорит, смотри, то, чем ты занимаешься, можно туда трансформировать, туда, туда. То ребенок еще из профессии вырастает. И ему интересно жить. Смотри с животными. Когда есть разум, разум, опять-таки, предполагает включенное чувство. Как мы общаемся с Джессикой? Ее же никто никогда не бьет, не наказывает. Она понимает человеческую речь. Как с человеком. С ней разговариваешь, как с человеком. Как с ребенком. Ей говоришь, Джессика, тебе не стыдно? Ты нору вырыла. Ай-яй-яй. И она уши прижала, и все. Она уже кается. Но ты же ее не метелишь. Нет. Я просто чувствую, говорю. Но я, когда говорю, я чувствую. А она чувствует, что она сделала что-то не так. То есть мы с животными общаемся чувствами. Конечно. Животные, они же даже болезни у человека забирают. Даже болезни у человека снимают, чтобы помочь человеку. Они помогают человеку во всем. Они как фильтр работают. И если смотришь, злая собака, ты понимаешь, что злость – это основная проблема этого хозяина. А когда ты видишь, что собака здоровая, лоснящаяся, красивая, и она добрая, то ты понимаешь, там здоровая психика у хозяев, там здоровое животное, потому что хозяева здоровы. У них нет проблем с психикой, нет проблем со злостью, нет проблем. И тогда животное нормально. Потому что животное копирует. Копирует хозяев. Как и ребенок. Вот как ребенок, вот я, пожалуйста, да. Это все об одном и том же. Но смотри, когда у нас чувство, у нас нет равнодушия. Равнодушие – это отсутствие чувств. Равнодушие – это отсутствие разума. Равнодушие – это отсутствие любви. Вот толерантность равно отсутствие разума и отсутствие любви. И кто бы что ни говорил, что это не так. Толерантность – это отсутствие чувств, это отсутствие разума, и это отсутствие любви. И русское слово равнодушие Это в душе равно Это значит все равно Это значит ничего нету Все равно, да, это значит кома Кома, ты умер Это сигнал на мониторе Ровная линия, вот она равнодушие Ровная линия Нету пульса в тебе В тебе нет жизни, в тебе нет разума В тебе нет любви, нет жизни Нет жизни, самое главное Люблю русский язык, он все эти вещи очень четко показывает Вообще идеально Показывает, доносит Но тут же возникает Еще одна тема, ты знаешь Когда мы говорим о равнодушии Тут же возникает тема Лести Да, конечно Тема лести, она просто всплывает Давай это для следующего